Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Мне кажется, в этом пиджачочке, с которого я только-только срезала этикеточку, я выгляжу как диктор новостей. И в этом видео я расскажу вам о том, на чем же я экономлю. Конкретные примеры, практически с конкретными цифрами. И меня несколько разбирает смех, потому что только-только я записала видео, где я срезала этикетки с вещей, которые были куплены 8 лет назад, 7 лет тому назад. Но, тем не менее, да, я пришла к тому, что теперь я могу давать другим советы и, возможно, это же быть примером в том, на чем действительно можно очень хорошо экономить. Первым пунктом я поставила, вы не поверите, шоколадки. Шоколадки, возможно, для кого-то это чипсы. Любая еда, скажем так, неполезная, на которой очень часто происходит так называемый срыв. Очень часто эту еду мы едим по ночам, очень часто мы хотим ее по ночам, и, как написала одна зрительница, мы готовы накинуть пальтишко и бежать до ближайшего ларька за рафаэлками. Ну, на самом деле, это может быть все, что угодно. Для кого-то это могут быть чипсы, для кого-то чипсы и какая-нибудь шоколадка и так далее, и так далее. Причем никогда мы не съедаем одну шоколадку, по крайней мере, в моем случае так никогда не было. Две плитки уходили, а то и третья обязательно. Не мой ребенок, нет. Кто-то гуляет в парке. Соответственно, выходила достаточно приличная сумма вот на такую недельную, скажем так, радость, которая не приносила особой радости, давайте уж понимать и признаваться себе в этом, и не приносила, конечно же, никакой пользы. Более того, усилила чувство вины, помимо вот этих лишних килограммов, от которых потом очень-очень сложно избавиться. Что я хочу вам сказать? Только в месяц на шоколадке, в моем случае, на вот такой какой-то неполезный фастфуд, иногда это могли быть чипсы, но я была человеком все-таки склонным к сладкому, к объеданию сладким. Случалось это стандартно раз в неделю, вот на все про все, 40 евро у меня уходило совершенно точно, потому что, повторюсь, в неделю 2 евро на одну шоколадку, 2,5 евро на другую шоколадку, таким образом 10 евро набегало вот на такой неполезный фастфуд. Это могли быть какие-то напитки, это могло быть, повторюсь, все что угодно. 40 евро в легкую я тратила вот просто на то, на то, что потом откладывалось на мне, на то, от чего я потом пыталась, по большому счету, избавиться. Рыба, снова рыбу вспомнила я, потому что получила комментарий, зачем экономить на белковой еде, такой классный, в Италии ее много, она качественная. Да, действительно, в Италии ее много, она качественная, но я пришла к выводу, что эта еда мне не подходит. И я очень благодарна самой себе, что я смогла отследить, что конкретно эта еда мне не подходит. Я много раз рассказывала, каким образом я это отследила, как я завела дневник питания, как я приучила себя не в памяти помнить, как я реагирую легкостью, бодростью на определенную еду, либо тяжестью, сонливостью. Я совершенно точно определила, что вот белковая еда, прежде всего моллюски, которые раньше мы ели в больших количествах, которые раньше я считала как раз таким хорошим белком, полезным белком, мне это не подходит. Сейчас я тоже экономлю в неделю какие-нибудь хорошие 30 евро, только на том, что мы не едим круду. Это сырое мясо, я думаю, что сырое мясо рыбы, я думаю, что многие знакомы с блюдом карпаччо, с блюдом рыбной тартары и так далее. Вот на все это, плюс на какие-то моллюски, которые можно поджарить, отварить, отварить, либо запечь, на все это только на мой рацион уходило как минимум, как минимум 30 евро в неделю. Поэтому да, здесь я тоже экономлю 30 на 4, это какие-нибудь хорошие 120 евро в месяц. Поэтому экономия, мне кажется, здесь налицо. Велосипед все лето. Опять же, многие меня спросят, Яна, зачем стоять по сумке Биркин? Хотя на самом деле, мне прям такие интересные. Если бы не было на моем канале сумки Биркин, наверное, меня бы спрашивали, зачем копить на пальто, либо еще что-то, все что угодно, наверное, это могло бы быть, но в моем случае это сумка Биркин. Я езжу на велосипеде и экономлю большое количество на бензине. И повторюсь, это, скажем так, совершенно осознанный выбор, который я делаю в силу того, что мне нравится велосипед, в силу того, что таким образом я все-таки поддерживаю свою физическую форму. Кстати, часто спрашивают, почему итальянки в такой классной форме, несмотря на то, что, ну, еда у них примерно похожа на наши. Пельмени, равиоли, как правильно заметила одна зрительница, хлеб, и хлеб в Италии едят. И, в общем-то, действительно, очень много блюд, они очень похожи. Русская лапша, допустим, и русские фетучини, и, точнее, итальянские фетучини, есть очень-очень много блюд, которые действительно между собой можно назвать, ну, практически идентичными. Могу сказать, что итальянки очень много двигаются, и я в этом движении себя тоже не отказываю. У меня нет домработницы, у меня нет няни, я делаю огромное количество телодвижений в день, и именно поэтому я сажусь на велосипед. Сейчас очень тепло, и я езжу забирать Данечку на велосипеде, и мне это крайне неудобно. Мне себя нужно заставлять, потому что это значит, что я на полчаса должна раньше выехать, потому что время на велосипеде, его нужно дольше, чтобы допедаларить, доехать, да, крутить педали, плюс нужны велосипеды с гаража в гараж, то есть это все, это целый процесс. За полчаса я могу записать и смонтировать одно видео, легкое видео, допустим. Соответственно, для меня это, скажем так, совершенно точный и осознанный выбор в пользу своего движения, движения физического, и, соответственно, вот на этом движении я экономлю своему бюджету достаточные деньги, потому что я много раз рассказывала, что, например, летом я не езжу за покупками, а за покупками летом езжу только я в супермаркет, и я делаю это каждый день, потому что на велосипеде много не увезешь на семью из пяти человек, а это прежде всего большой арбуз понесло меня в детали. Поэтому, да, могу совершенно точно сказать, что на бензине я в своей семье экономлю достаточно много, ну и вообще мой муж тоже, если мы передвигаемся по городу с детьми, если ему нужно доехать до парикмахерской, либо куда-то доехать быстро, он очень часто тоже садится на велосипед, и опять же, это экономия, которая, к счастью, для нас не вызвана необходимостью сберечь деньги в своем кармане. Это экономия, которая проистекает из-за того, что мы сделали вот такой осознанный выбор по другим причинам, хотя экономию она не может не радовать. Я думаю, что любого человека радуют денежки, которые остаются в его кармане. Купить что-то подешевле. Я это вынесла в отдельную статью, статью своей экономии. Приведу пример. Многие обратили внимание, что у меня сейчас нюдовый лак на ногтях, и могу сказать, что нюдовый лак на ногтях случайно появился на моих ногтях. У меня просто высох и засох. Гель-лак сейчас я использую. Я на самом деле не являюсь приверженцем гель-лака, но заметила, что так мне проще ухаживать за ногтями, при том количестве дел, которые мне нужно делать. У меня нет времени красить, сушить, и любой лак, он все-таки носится несколько меньше, чем гель-лак. И мой красный лак, он стал засыхать, то есть я не могу его наносить как красный гель-лак, да, и обычный лак. И я нашла нюдовый лак, покрасила ногти, и, соответственно, пошла искать красный лак. И у меня было две альтернативы. Первая возможность, это пойти вот сюда, в ближайший магазин, и купить гель-лак за 16, либо за 19 евро. Я это совершенно точно знаю, потому что я уже ходила и выбирала цвета. Один из гель-лаков я купила как раз-таки за 16 евро, его показывала. Это марка Queen, королева, никому не советую, ужасно носится. А другая альтернатива заключалась в том, чтобы пойти в Amazon, в интернет-магазин, на любую интернет-площадку и заказать, и подождать себе лаки. Что я могу сказать, дорогие зрители, мне пришел набор из пяти или даже шести лаков за 13 евро, в то время как одну бутылочку лака я могла купить за 16 евро. И вопрос только состоял в том, чтобы чуть-чуть подождать. В Италии, к счастью, интернет-продажи очень-очень быстро, за неделю ты, в общем-то, получишь то, что ты заказал. Поэтому, да, вот эта возможность подождать, вот это осознанное понимание, что где-то ты можешь купить дешевле, нужно просто открыть компьютер и, скажем так, загуглить и посмотреть, она тоже очень-очень много экономит в нашем бюджете денег. Так делает мой муж, если что-то ему нужно купить. Вот недавно мы, например, меняли лампу для нашей напольной большой лампы, там особенная лампа, и была возможность купить ее за 120 евро, эту лампочку, а мы нашли на Амазоне, том же самом, ее за 76 или 86, сейчас не вспомню. Поэтому, в общем-то, это отдельная статья расходов, которые позволяют нам экономить совершенно точно. Химчистка, 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 химчистка. Я много раз рассказывала, что я не люблю одежду, которая химически обработана. Более того, в химчистке много раз вещи мне портили, и то, как мне их портили, очень сильно меня расстраивало, потому что мне казалось, ну, это элементарно, элементарно, что если ты будешь вручную тереть пятно щеткой на деликатной ткани, то, в общем-то, ткань деформируется. Она произойдет либо срыв красителя, либо она деформируется в силу того, что истончатся волокна ткани. И были несколько случаев, когда, на самом деле, дорогостоящие мои любимейшие вещи мне портили вот таким вот просто отношением, что мы тут потерли, и вы знаете, теперь у вас здесь пятно, которое вообще никак не отходит просто потому, что произошел срыв красителя, либо произошел износ нити ткани. Я очень сильно расстраивалась, учитывая также то, что сама идея, что мои вещи лежат с какими-то чужими грязными вещами. У меня была знакомая, я рассказывала, которая работала в химчистке, она никогда не носит вещи в химчистке, потому что туда действительно бывают, приносят вещи испачканные, в том, в чем вообще, на самом деле, даже сложно себе представить. Вот все эти мысли привели меня к тому, что я не чищу никогда свои вещи в химчистке. Конечно же, большинство вещей моих, как, наверное, большинство современных женщин, это вещи, на которых есть и рылычок химчистка. Мне однажды объяснил консультант дома Эрмес, что зачастую ярлычок химчистка, так же, как и ярлычок химчистка, стоит на шелковых платках Эрмес, если я не ошибаюсь, но вот на самом деле раньше так было совершенно точно, он стоит прежде всего для того, чтобы не рисковать, скажем так, тем товаром, который предлагает продавец. И чтобы себя обезопасить, он просто штампует всегда запрет на ручную стирку, на деликатную стирку и дает совет на самую обычную химчистку. И я могу вам сказать, что как раз-таки в доме Эрмес мне посоветовали, тайком, конечно, прямо-таки шепотом, вручную постирать свои платки Эрмес, потому что я обратилась к ним и спросила, а как их чистить, где их чистить, потому что, я думаю, все понимают, если мы часто используем шарфель, большейный платок, это вещь, которую действительно нужно достаточно часто освежать уж как минимум. И мне был дан такой совет просто взять и постирать вручную, и действительно с этими платками ничего не происходит. И я очень многие вещи стираю вручную. Порчу ли я свои вещи? Да, случается. Так же, как и случается, что мне портят и в химчистке. Единственное, что когда я порчу их сама, бесплатно, что называется, прекрасно осознавая, что сейчас я могу испортить свою вещь, идя совершенно сознательно на этот шаг, я на самом деле гораздо-гораздо меньше расстраиваюсь, чем если за мои же собственные денежки мне портят мою любимую вещь. Спортзал. Я человек, который не очень любит спорт, но спорт любит очень и очень мой муж. Одна зрительница написала, что я рассказываю какую-то неправду про спортзал, что спортзалы есть в Италии, но я могу сказать, что, возможно, они есть в крупных городах, я живу в некрупном городе, возможно, спортзал есть в Падуе, но мы уже люди, которые приехали из Москвы и привыкли, что называется, к шаговой доступности. Я не готова ехать в спортзал, садясь в машину и тратя на дорогу 30 минут. Спортзал мне нужен под рукой, села на машину и 5 минут и доехала, села на велосипед 15 минут и доехала. Соответственно, спортзал, могу сказать совершенно точно, в нашем регионе, в нашей шаговой доступности не имеется. То, что я вижу, это, в общем-то, вызывает у меня улыбку, потому что я рассказывала со своим мужем, я познакомилась в спортзале World Class. Соответственно, я привыкла к несколько другим размерам спортзалов, к другому, скажем так, оборудованию спортзала. Поэтому могу сказать, что да, на спортзал не трачусь ни я, ни мой муж, который в прекрасной физической форме. Мы тренируемся так, как тренируется большинство, опять же, итальянцев. Мы бегаем, мой муж подтягивается на турниках, которые, в общем-то, в свободном доступе. Ну, я, соответственно, делаю свои какие-нибудь соточку приседаний. Не каждый день, конечно же, но пару раз в неделю делаю. Ну, соответственно, спортзал и абонемент спортзал – это то, на чем наша семья экономит, и то, на чем раньше не готов был экономить прежде всего мой муж, потому что он считал, что нужно действительно для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, нужна соответствующая обстановка и соответствующие тренажеры прежде всего. Но за неимением такой обстановки и таких тренажеров мой муж стал тренироваться, что называется, так, как можно тренироваться. И с того, что есть, могу сказать, что он, в общем-то, убедился, что да, можно себя поддерживать в прекрасной форме, несмотря на то, что он на протяжении всех тех лет, когда постоянно жил в Москве, посещал спортзал, наверное, пять раз в неделю совершенно точно. Домашняя одежда. Домашняя одежда. Очень многие блогеры, очень многие блогеры, фэшн-блогеры, а также блогеры, которые занимаются семейным счастьем, семейными установками на семейное счастье, советуют женщине дома выглядеть очень и очень хорошо, потому что ее мужчина любимый видит, потому что детки ее видят и так далее. Но могу сказать из собственного опыта, что домашняя одежда, вот этот сегмент домашней одежды, домашние спортивные костюмчики, леггинсы, пижамки и так далее, это, как ни странно, сегмент одежды, который очень низкого качества. Да, все это красиво смотрится на полках магазинов, но после первой и второй стирки это все смотрится очень-очень печально. И на самом деле я поняла для себя, что я больше не хочу покупать домашнюю одежду, хотя раньше у меня был сегмент именно домашней одежды, домашний спортивный костюм. Потом очень многие марки подхватили этот маркетинговый прием и стали выпускать прямо-таки коллекцию домашней одежды, что-то там хом, что-то там для дома и так далее. Могу сказать, что и да, я тоже пробовала покупать, потому что, ну, я думаю, любой женщине всегда хочется выглядеть достаточно комфортно и красиво одновременно. Но могу сказать, что в сегменте вот этой домашней, специальной домашней одежды я не встретила ничего, кроме разочарования. Поэтому теперь домашнюю одежду кочуют старые мои свитера, какие-то старые брюки, какие-то, возможно, старые платья, если речь идет о жарком сезоне. И да, домашняя одежда это то, на что я не трачусь. Но еще один сегмент, на котором мне удается сейчас действительно очень-очень хорошо экономить, это так называемые дубликаты вещей. Вот такой прекрасный ободок я себе купила недавно, и стоил он 9,90. И была еще парочка ободков, которые мне очень-очень подошли, которые я очень-очень хотела купить. И таким образом на кассу я отправилась с тремя ободочками. Но я поняла, я остановила себя, что 3 ободка это почти 30 евро. На самом деле 30 евро за аксессуар, который, возможно, я буду использовать только для съемок, возможно, который я не приноровлюсь, что называется, носить. Соответственно, кстати, я вспомнила даже, что я имею дома уже подобные ободки. Единственное, что с теми ободками у них очень-очень жесткая вот эта часть, которая сюда приходится, и прямо-таки я не могу носить их больше, чем полчаса. И в итоге я поняла, что это вещи, дубликаты, которые я не буду покупать, и в том количестве, в котором хочу купить, и могу позволить себе купить. По единственной одной причине, что да, это дубликаты, как ни крути. Поэтому я купила только один ободок, несмотря на то, что цена была более чем приемлема. Кстати, все аксессуары, которые я вам показывала, они были из магазина Stradivarius. На самом деле, второй раз магазин Stradivarius поражает меня своими сережками, своими любыми другими аксессуарами. Мне все очень-очень понравилось. И по поводу дубликатов. И также по поводу дубликатов. Мне очень понравилась цепочка, которую на самом деле я увидела в манго. Она стоила 19,99, то есть 20 евро. Крутила я ее в руках, крутила, прикладывала, прикладывала. Очень она мне понравилась. Она очень, что называется, солидно выглядит. Выглядит как очень качественная, хорошая бижутерия. Но я поняла, что дома у меня уже есть подобная. При этом, в общем-то, она из серебра, при этом она, в общем-то, фирменная. Соответственно, я поняла, что купив такую вещь, я просто-напросто продублирую. Купив эту вещь, я поняла, я просто-напросто продублирую то, что дома у меня уже имеется. И таким образом смогла отказаться от покупки. И могу сказать, что это было непросто. Это та, скажем так, та статья экономии, которая, я думаю, любой женщине дается застаточным трудом. В особенности, если речь не идет о каких-то крупных суммах. В особенности, если речь идет также о некрупных суммах, которые мы без труда можем себе позволить. Поэтому, да, не покупать дубликаты по возможности. Останавливаться в тот момент, когда ты уже готова дойти до кассы и раскрыть свой кошелек прекрасный. Это также та статья расходов, которую можно не совершать, соответственно, экономить, оставлять денежки в своем кармане. Ну что ж, вот такое видео у меня получилось. Желаю всем уметь экономить, но не нуждаться в этом. Это была Яна Скорцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.